Валентина Сергеевича Пажетного Здравствуйте! Для меня высокая честь и, конечно, особая совершенно ответственность выступать перед этой аудиторией. Я впервые в этом зале. Я очень вам благодарен за то, что вы пришли, с тем, чтобы послушать то, что я хотел бы вам сказать сегодня об одном из интереснейших разделов из поведения бурового медведя. Это материнское и детское поведение, которое является частью социального, биологического сложного поведения у этого зверя. Одну из, скажем так, основных работ, которую можно сказать по отношению к изучению материнского и детского поведения, мы провели в свое время с медвежатыми сиротами, наблюдая за их развитием в естественной среде. У истоков этого исследования стоял Леонид Викторович Крушинский, профессор Московского университета, доктор белорусских наук, корреспондент Академии Советского Союза, который и сверстал эту программу. По этой программе была создана суррогатная семья. Я выступал как бы стимул-объектом, за которым медвежата должны были следовать везде, так как у них произошло запечатление через импринтинг меня, как, можно сказать, своей суррогатной матери, не проявляя никаких действий к тому, чтобы как-то пытаться научить жизни этих зверьков. Провел с ними где-то два с половиной года в естественной среде, наблюдая за тем, как развивается молодой медвежонок в лесу, как он обретает способность к самостоятельной жизни и возможности выживания в непростой среде, которую мы называем дикой природой. И к этим, понятным исследованием, добавилось то, что мы смогли собрать за много лет, по крупицам разбирая те следы жизнедеятельности, которые оставляют после себя дикие звери, в частности медведи, семья медведей, после того, как выходит из берлоги и ведет свою жизнь. Вот как раз в Центральном заповеднике возможность такая появилась в свое время, в связи с тем, что там люди не мешают жизни диких животных, и у них естественное или адекватное поведение, которое можно наблюдать у этого зверя в продолжении существования семьи у медведей. Наблюдать за семьей медведей в зоопарке, конечно, можно, но там совсем другая среда. А наблюдать за медведь с медвежатами, которые дикой, которые находятся в своей среде, конечно, невозможно. Она никогда не будет рядом с человеком, либо человека напугает, и он уйдет, либо сама убежит. А уж наблюдать в продолжении длительного времени с тем, чтобы можно было построить систему, в которой поведение пищевое, оборонительное, территориальное, социальное поведение у медвежат можно было бы расшифровать, удалось сделать только вот наблюдая за тем, как развивается медвежата в дикой среде под наблюдением, ну, скажем, присутствия человека, который не мешал бы им в этом. Само по себе материнское, детское поведение можно начинать рассматривать с зачатия. То есть его можно сразу, скажем, разделить на две части. Первая – пренатальное развитие детенышей. И, значит, пренатальное – это от зачатия до рождения. И постнатальное – это пребывание после рождения вместе со своей матерью до разрыва семейных связей. Ну, пренатальное развитие, скажем, интересно уже тем, что у медведя наблюдается так называемый после спаривания, наблюдается минофауза или задержка в развитии эмбриона. Эмбриона и яйцо в стадии бластоцисты остается в спокойном состоянии до того момента, когда медведица готовится к тому, чтобы лечь в берлогу. То есть сама по себе беременность или продолжительность беременности составляет 210-215 дней, так как зачатие происходит или свадьба медвежья происходит в июне месяце, в первой половине июня, а рождение медвежат, как обычно, происходит в середине января, как правило. С некоторыми отклонениями, но они несущественны бывают. И с момента, скажем так, начала развития эмбриона из бластоцисты проходят те же самые 64, 67, 68 дней, которые обычны для хищных млекопитающих. Вот сама по себе вот такая задержка, она наблюдается у некоторых куньих. Ну и вот у медведей. У медведей из крупных хищных млекопитающих только у одного медведя есть. И связано это с тем, что рождение медвежат происходит в самые оптимальные сроки, когда это как бы наиболее тонко сопричастно с той необычной жизнью, которую ведут медведи. И медвежата получают возможность развития в определенный совершенно промежуток времени так, что к моменту выхода из берлоги это зверки, обладающие особым совершенно уровнем жизнеспособности, который можно считать достаточно высоким. Вот мы с вами сейчас и, наверное, постараемся проследить, как все это происходит. Ну то, что я вам сказал о пренатальном периоде, мы на нем останавливаться не будем. А вот то, что касается постнатального периода, то есть от момента рождения медвежат до разрыва семейных связей, до того, как семья медведя распадается, это сам по себе интереснейший, я бы сказал, момент, что ли, существования медвежьей семьи в естественных условиях, то, что удалось расшифровать или проследить с тем, чтобы можно было сказать, что это вполне адекватное поведение, которое характерно для семьи медведей в нашей центральной европейской части России. Потому что в связи с так называемыми традиционными формами поведения, может быть, хотя само по себе поведение материнское действие достаточно консервативно, могут быть какие-то отличия. Рождаются медвежата весом около 500 граммов, у них закрыты глаза, а в ушках, в ушных проходах перепоночка находится, которая рассасывается к месячному возрасту, так же, как и открываются глазки, у медвежат на 28-32 день. Сравните, значит, вы знаете, что у собак, у волков, у собак, у кошек глаза открываются где-то на 14-16 день. Вот как раз на этот момент в своем развитии, где-то на 10-12 дней, медвежата отстают от обычных хищников или хищных млекопитающих логовников. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо в той связи, что у медведицы-то и молочко нужно выработать из того жира, который она накопила с осени, и для себя еще оставить необходимый запас энергетический с тем, чтобы поддерживать свою жизнеспособность вот в хорошем активном состоянии в период нахождения в берлоге. А в берлоге с момента рождения медвежата середины января ей приходится лежать до первого, для первой декады апреля. И вот в первый месяц жизни медвежата увеличивают свой вес вдвое. Как раз к моменту, скажем, когда у них открываются глазки, и у них при рождении было 500 граммов, они уже весят, масса их достигает одного килограмма. Им достаточно того молочка, которым их медведь сокормит в первый месяц жизни. На второй месяц жизни медвежата также увеличивают свой вес вдвое. Вот был один килограмм, А к концу второго месяца жизни они уже имеют массу 2 килограмма. Молочка у медведицы хватает. И вот этот период окончания второго месяца жизни очень интересен тем, что медвежатка поднимается на лапки. Это так называемая поза стояния. А до этого они могли только там переползать с одного места на другое. Либо, если там что-то случалось, мать их просто берет за голову, это было показано в Казанском забоцаде, и переносит в то место, которое она считает нужным. У медведицы сосков 6, но можно считать 2 в той связи, что вот здесь на груди парные, очень близко расположены друг к другу, и, как правило, на этих сосках висит один медвежонок. И паховые соски. Вот здесь вот на животе у медведя сосков нет, и там делать нечего, потому что в берлоге холодно, медвежата находятся в самых теплых местах. Здесь и кожа тонкая, и шерстный покров, скажем так, редкий, и жировая подушка под слоем, под кожей в этих местах, очень тоненькая. То есть паховые и подмышечные впадины лучшим образом прогреваются на теле медвейцы ее теплом, теплом ее тела. А в берлоге холодно, медвежата рождаются неспособны еще к так называемому собственному обогреванию своего тела. У них метаболизм слабо выражен, и терморегуляция несовершенна. И только к месячному возрасту они уже способны каким-то образом если их положить вместе, то они будут друг друга обогревать. А если вот медвежата, которых к нам привозят, скажем, для передержки, у нас бывает сразу после рождения, там три дня, два, пять дней бывает после рождения. Эти медвежата до месячного возраста, даже если их очень теплые, скажем так, вот завернуть теплые какие-нибудь ткани, они постепенно, как лягушки, остывают и в конце концов просто могут погибнуть. Поэтому необходимо подогревать там, для того, чтобы медвежата... Вот у медвейца как раз все к этому приспособлено, чтобы медвежата у нее находились в самых теплых местах. Еще один интересный момент. Сосательный рефлекс у медвежат выражен очень ярко. И они, если находятся вот в этих местах и прикрыты лапой медвейца, а не всегда так бывает, то они на соске могут висеть долго, а молоко поступает рефлекторно. Вы знаете, там, значит, звещатые клетки сократились, молочко есть, а потом его нет. Но медвежонок остается на соске за счет вот этого ярко выраженного, значит, как раз ярко выраженной реакции, значит, на сосательного рефлекса. И на соске бывает и засыпает. Вот это было показано при наблюдении в Казанском зообосаде, специально там в берлоге, там была установлена аппаратура. И когда начинает он с соска сонной постепенно слазить, то рецепторы во рту у него раздражаются, он опять просыпается, опять сосет этот голый сосок и опять висит в самом теплом месте. Но если медведица лапу отодвигает, вот медвежонок пососал молочка, ему холодно, и он отползает, даже маленькие еще, буквально несколькие дни от рождения, отползает под мышку к своей матери. Таким образом, субстрат, скажем так, то же самое медвежонок является тем субстратом, который позволяет им выживать в холодной берлоге, значит, находясь на теле своей матери. Вот с момента, когда медвежата становится на ножке по застоянию, у них зрение начинает играть ориентирующую роль, зрение становится ведущей в ориентации. Простите за оговорку. И это как раз, несмотря на то, что в берлоге, понятно, темно, там все, вот как показали исследования, в это время медвежата уже становятся способны в возрасте 70-75, дней отслеживать перемещающиеся в эксперименте, перемещающиеся, ну, у нас черная шапка, например, была с определенной скоростью, на определенном расстоянии от медвежонка, и он на нее уже реагирует. На перемещение такого темного предмета на светлом фоне реагирует в возрасте 70-75 дней. До этого глазки открыты, но сам по себе зрительный анализатор несовершенный, и медвежата практически не видят, как бы вот мы пытались проводить опыт, они не реагируют на перемещающийся в поле их зрения предмет. А с 17-го дня своей жизни прекрасно уже реагирует на запах. И буквально с 20-го, 25-го дня своей жизни реагирует уже на звуки. То есть то, что касается, скажем, вот у них воняния для рефакторного анализатора и слухового, то они начинают работать раньше. Третий месяц жизни. В третий месяц жизни медвежата увеличивают свой вес только на одну треть. Опять на тот же самый один килограмм. Почему так? Потому что у медведицы молока больше, чем, скажем, может она воспроизвести. Даже это было показано в том же Казанском запасе не бывает. Ей в период нахождения в берлоге нужно таким образом расходовать свои жировые запасы, чтобы их хватило и на воспроизводство молока для медвежат. Два-три медвежонка там бывает 4, бывает и 5 медвежат, но там несколько иные совершенно условия уже. Там есть заморыши, которые могут не выжать и так далее. И поддерживать свое собственное жизнеобеспечение, то есть самой оставаться живой, потому что она находится в активном состоянии, ей нужна энергия. Энергия из того же самого жира. и более того, как правило, медведицы выходят весной из берлоги с медвежатами, и у них еще и жировые запасы для того, чтобы в течение месяца и медвежат кормить, и само еще там подкармиться. Сам по себе период этот не голодный, как считают или пишут там, скажем, в каких-то популярных, скажем так, из зданиях. Медвежата буквально или медведи медвежата буквально через 5-7 дней после того, как выходит из берлоги в апреле, месяце, первой декаде апреля, уже находят для себя достаточно корма с тем, чтобы можно было поддерживать свою жизнеспособность. У них уже бывает там до 3-5, скажем, экскреции в течение активного периода, а с весны медведи вообще видят активный образ дневной, это дневные звери. И медведица очень как бы аккуратно со своими медвежатами нежно обращается в берлоги и она их вылизывает. Понятно, что как раз от этого зависит и чистота, потому что испражнения все так же, как и собаки, медведицы вылизывают, убирают. Она очень аккуратно их может с одного места на другое. Она очень перенестит, она очень аккуратно сама поворачивается в берлоги так, чтобы не придавить медвежонка. Вот эти наблюдения были проведены в Казанском запасаде в искусственной берлоги, которая по температурному режиму имитировала то, что на несколько градусов температура выше была берлоги, так же, как в естественной среде. Вот, показали. и если, вот тоже интереснейший момент из жизни медведя вообще, если медведи испугают человека в берлоге, или он сам испугается присутствие человека где-то рядом, там было присутствие человека через запах, либо через речь членораздельную, потому что звери очень боятся человеческой речи, то либо через время, либо сразу же в это время может покинуть берлогу. Ни медведи никогда не возвращаются назад в свою берлогу, медведицы точно так же не возвращаются к своим детенышам, оставляя их там, наверное, погибель. Почему? Потому что это жестко фиксировано в веноме, или в венокоде, простите, вот элемент поведения, который сложился в веках через преследование человеком этого зверя как раз в берлоге. Вот в берлоге самая, можно сказать, такая легкая охота, зверь как бы привязан как дерево к одному месту, и при охоте в берлоге можно подготовиться к тому, чтобы от этого зверя не получить какие-то, какую-то, скажем так, ответную реакцию, которая там, ты на него охочишься, он защищается. То, что называется вот у биологов называется пассивная аборричная реакция через страх, в агрессию и вот защита такая. Так вот, медведица, убежавшая из берлоги, она еще принесет медвежат. А как сформировалось поведение? До скаменного века, значит, если медведь возвращался в берлогу, человек обязательно проверял, а не вернулся или назад зверь, а нельзя на нее проходиться опять. Вот так выработалось это поведение. Вот медведица, значит, с медвежатами выходят из берлоги. Да, кстати, третий месяц жизни на один килограмм прибавился вес. Значит, почему так? Потому что в медвежат, молока не хватает, чтобы накормить их досы, это медвежат. Хорошо это или плохо? Нет, оказывается, это механизм очень полезный в той связи, что, во-первых, у медвежат в связи, что они недоедают очень высокая двигательная активность, они вынуждены двигаться, они донимают свою мать, мать переворачивается на живот, прячет свои соски и медвежат регулярно находятся на холодном полу берлоги. Таким образом получают определенно совершенно воздействие холодом. Понятно, что это та же самая закалка, закаливание, которым люди пользуются, в природе, оказывается, существует давным-давно. И медвежат к моменту выхода из берлоги, а выходят из берлоги в возрасте старше или около трех месяцев или старше трех месяцев. Это зверьки, которые безо всякого страха или выраженного какого-то недовольства пересекают холодные ручьи, ходят по снегу, но медвежи время от времени останавливаются, ложатся и забирают их к себе на тело и кормят. И таким образом перемещение медвежи после выхода из берлоги очень медленное. Вот за пять приблизительно в среднем у нас три тропления есть медвежи. В среднем получается, что за пять дней медвежи с медвежатами сигалетками первого года жизни, она уходит от берлоги всего на пять километров. То есть у нас на семь километров было, три километра было, и там поэтому получается средних пять километров. То есть очень медленно перемещается от проталина к проталине. Вот таким образом семья получает первое знакомство, скажем так, с естественной средой. Но важнейшим является сам по себе момент выхода из берлоги. Понятно, что у берлоги формируется связь с матерью через звуки, которые она издает. Звуки издает медвежата, там это определенно совершенно шипящий, свистящий такой вот сам в себе. Значит, их перечень, можно сказать. А момент выхода из берлоги, как показали наши работы в Центральной Заповеднике, медведи выходят из берлоги днем, причем чаще всего в хорошую солнечную погоду. И вот выходит медведица из берлоги, это темный такой большой объект, который перемещается, а за ней выходит медвежата, перемещается на виду у медвежата, а я вам уже сказал, что основным в ориентации в этом возрасте уже является зрительный анализатор. И через зрение происходит запечатление медведицы как объекта следования. Вот или стимул, ну простите, пожалуйста, стимул объекта. Стимул объекта – это, значит, объекты, которые происходят запечатления у объекта следования, в данном случае медвежат. Причем это необратимый сам по себе феномен. Он важнейший совершенно в жизни семьи. Почему? Потому что медвежаты везде должны следовать за своей матерью, и это является основным фактором их сохранения, сохранения их жизнеспособности. Вот существует так называемая дистанция следования в зависимости от времени, в зависимости от уровня беспокойства, который может поступить, сигналы, которые могут поступить из внешней среды, которые медвежата вначале расценивают, как может быть там, ну скажем, опасные, но само по себе возбуждение, в оборудовательном поведении у медвежата до возраста трех месяцев очень такое, ну, кратковременное. То есть вот он возбудился, испугался чего-то, и тут же он успокаивается. То есть сама по себе их жизнь в это время очень зависит, их благополучие очень зависит от того, как уйдет себе май. И оказывается, медведица, которая видит своих медвежат, это уже не та медведица, которая может убежать из бирологии, испугавшись человека, и не вернуться к своим детенышам. Если там появляется человек, и каким-то образом пытается испугать медвежу, то она его, этого человека первого испугает. Она медвежат своих, уже не просто, по-видимому, у нее то же самое поведение, которое у медвежат формируется в период запечатления своей матери. То есть разрыв между медведицей и медвежатами у нее поднимает те же самые, может быть, вот, ну, как, я не знаю, объяснить это, ну, элементы, что ли, поведения, которые произошли в запечатлении во время ее запечатления своей матери. И поэтому, если там есть какое-то беспокойство, она получает такое раздражение, как те медвежата, которые не должны были следовать за своей матерью тем, чтобы сохранить свою жизнь. Дистанция следования – это вот как раз то расстояние, которое, значит, существует между медвежатами и матерью, то есть вот стимул объектом и объектом следования. Если какой-то раздражитель, что-то произошло, там, какое-то беспокойство, понятно, что, ну, будет меньше медвежата, будут стараться ближе к своей матери быть. Если, значит, все спокойно, могут несколько быть дальше. С возрастом у медвежат проявляется так называемая реакция страха. Реакция страха, она вот спонтанно, там, не ставлю ни сего раз, там, проявляется в возрасте где-то трех с половиной месяцев. И с этого момента быстро формируется основа бородительного поведения. В это время, с этого момента медвежата могут отставать от своей матери в зависимости от того, какова обстановка естественной среды. Ибо дистанция следования, совершенно это может быть разная. К моменту, когда медвежица прекращает лактацию, а происходит в конце июля, у медведицы связь с медвежатами, ну, уже более слабая. Она может в случае опасности их оставить и убежать. А медвежата в это время уже, они с четырех месяцев способны очень быстро забраться на дерево. И в случае какой-то опасности, они, значит, отсиживаются на дереве, могут сидеть долго, а потом по следам, так как у них хорошо развитое обоняние, они прекрасно свою мать могут вывести через несколько часов после того, как она убежала, если не произошло разрыва, скажем так, запах его контакта, который остался. Но и медведица-мать возвращается к своим медвежатам, как только опасность какая-то там, скажем, уже минула, минула какая-то опасность, может вернуться назад. Если медвежата теряет свою мать, они могут находиться на одном месте никуда далеко, не отходя от места, где они расстались с матерью, до трех суток. Через трое-четверо суток они могут перемещаться несколько дальше. Это тоже было экспериментально проверено. Поэтому вот эта связь медведицы с медвежатами в первый год ее жизни является очень плотной. Период, когда медведица выходят с медвежатами из берлоги, это апрель, май месяц и июнь, а в июнь происходит там вот как раз у нас в медведей свадьбы, и медведица, значит, с медвежатами в это время, как раз в апреле, май и в июне, когда у медвежата формируется пищевое поведение, они подкармливаются травянистой растительностью, начинают сразу, как только травянистая растительность начинает прорастать. Если человек увидит где-то кормящуюся медведицу с медвежатами, она там поедает травку, а медвежата лезут к ней под самую мордочку. И он, конечно, скажет, вот мама ест травку, и она обучает медвежат, как это нужно делать. На самом деле, как показала эта работа, а медвежица, когда травку ест, она производит звук такой, знаете, который чавкающий, и который у медвежат связан с тем, когда они сосали сосок у своей матери. Очень похожий звук. И у них уже условный рефлекс есть на то, что где вот этот звук есть, там еда. Понятно, там не молоко, а травка, но неважно. Они лезут туда, как раз на этот звук, потому что у них, значит, это связано с едой, и под мордой своей матери точно так же начинают поедать травку. Сбрасывается с щитов реакцию подражания матери в обучении медвежат нельзя. Но, как показали наши работы с медвежатами-сиротами, все формы поведения, пищевое, оборонительное, социальное, ну, социальное понятие, это взаимосвязь друг с другом с матерью, это другое. Вот. И, значит, я сказал, пищевое, защитное и территориальное. Это вот три самых важных, которые нужны для того, чтобы, значит, достичь возраста, так называемой самостоятельности, прокормиться уже и избежать опасности в лесу. Это два главных фактора – найти для себя еду и избежать возможных опасностей. Тогда жить будешь. Вот. Они формируются без всякого научения со стороны медвежицы-матери. Если человек с такими медвежатами ходит, значит, вот этот опыт показал, ходит, значит, по лесу, то есть в естественной среде, через два месяца жизни в естественной среде медвежата поедают 30 видов растений, наиболее часто употребляемых медведями, дикими в этот сезон, в этом времени, в пищу, способны избежать потенциальную опасность. Они уже способны, между прочим, различить опасные, не опасные раздражители внешней среды. Вот. Потенциально опасные и опасные. Опасные, понятно, там, в этой реакции избегание – убежал и залез на дерево. Не опасные – это практически ответные реакции нет. А вот так называемая потенциально опасность – настороженность. А настороженность – важнейший совершенно фактор в том, что… А нужно ли бежать, тратить энергию на то, чтобы убежать и залезть на дерево? Или, может быть, еще не нужно этого делать? То есть это с нашей человеческой позиции приблизительно вот такая ситуация. Это потенциальная опасность, которая со временем уже, оставляя следы в памяти, и медвежонок, используя эти следы, может либо реагировать на тот сигнал, который он получал, избеганием, либо, значит, игнорировать его проявление, значит, таким образом, не тратить лишнюю энергию, скажем, для того, чтобы избегать, избегать, там, скажем, какой-то сигнал, который не может принести ему вреда. Медвежатами, как я уже сказал, ходит вот этих до июля месяца, кормит их, потом прекращает кормление, ей самой нужно набрать достаточно жира, чтобы пережить экстремальный зимний период, который ей предстоит. Нажировочный период как раз начинается с этого времени, то есть в лесу многие виды растений подрастают, начинают плодоносить и приходят в ту фазу вегетации, которая наиболее благоприятна для накопления жировозапаса медведями. Вот это различные, там, скажем, ягоды, бывает какое-то урожай иногда на речи, это даже вот в наших краях, там, овес, если его там сеют и так далее. Всего зарегистрировано в списке поедаемых растений медведями 80 с лишним видов. А когда мы провели определенный совершенно анализ их использования, значимость для этого вида, для медведя, оказалось, что всего 15 видов растений являются теми основными, которые позволяют медведям накапливать жировые запасы. Сюда входят все ягоды, входит даже овес посевной, входят сюда там отдельные виды зонтичных растений. Вот, то есть это совсем небольшой такой, и некоторые злаки, небольшой перечень, который является основным. Медвежата прекрасно адаптируются к среде, не имея никакого, как я уже сказал, научения со стороны матери в связи с тем, что все вот эти формы, сложные формы биологического поведения, и пищевого, и оборонительного, ну и территориального, понятно, постепенно они знакомятся с средой, у них, значит, объекты ориентиры, которые вставляют следы в памяти, запах, возьмите запах соснового бора, елового леса, болота, озера, и так далее. Запах разный, а запах для этого зверя является основным анализатором, и они, вот эти объекты ориентиры, то есть стации, которые есть, или биотопы, в месте обитания семьи, или самих медвежат, они запоминают и прекрасно ориентируются на местности. Вот, используя, значит, эту местность в своих там целях. Теперь, значит, то, что касается нажировки. Нажировки, значит, медведица выбирает для себя такие места, которые для нее наиболее благоприятны с позиции, скажем, запаса каких-то кормов, и в то же время с позиции безопасности, то есть вот безопасность того места, где располагаются эти корма. Но в период, это очень ответственный период нажировочный осенний, предосенний или летний осенний, медведи, это взрослые, особенно самцы там, они тоже не остаются, скажем так, где-то в стороне, они тоже выбирают лучшие места для себя, для того, чтобы там прокормиться, да? Поэтому медведица вынуждена бывает уходить с тех мест, лучших мест, которые, скажем так, вот используют самцы, в связи с беспокойством за своих медвежат. Хотя на медвежат медведи уже там, вот в осенний период они обычно не нападают, но все равно это беспокойство. Поэтому перемещаясь из мест более благоприятных в менее благоприятные, а потом опять где-то нужно найти место более благоприятное, чтобы достаточно было кормов для того, чтобы накопить жировые запасы. Медвежата именно в осенний, в летний-осенний период вот находятся в условиях обогащенной трофической среды. И в бедных там условиях бывает, и в богатых условиях бывает, и необходимость перемещения. То есть они вырабатывают поведение, очень важное для того, чтобы они могли пережить, значит, медведь мог пережить зимний период, поведение, которое позволяет им использовать разные условия среды, с тем, чтобы даже в плохих условиях каких-то, или в каких-то более, скажем, или менее там средних условиях найти достаточно кормов для того, чтобы у них был, ну, скажем так, запас жирова достаточный для переживания зимнего периода. Я думаю, что это одно из поведений, которое является главным в том, что медведи Шатунов, несмотря на то, что у нас бедная лесная сама по себе для кормов медведизона, медведи Шатунов ни в Лапландском заповеднике, где ни рябины нет, ни айсов нет, медведей нет там Шатунов, ни в нашей центральной европейской части, и только там, где есть, или бывают, скажем, богатые карманы, накопление жировой запасы, это сосна сибирская, или кедровые, скажем, кедровые леса, там у медведей бывают шатуны. Ну, я просто коротко скажу, почему. Потому что кедр, он плодоносит куртина. Там есть, а там нет, там есть, а там нет. И, как правило, шатунами бывают самцы крупные, почему? Потому что они привыкли к тому, что с этого места я перейду в другую, а может быть и найду там, значит, запасы, там хорошего урожая кедра. И они начинают это перемещение потом, а урожая нет. И поэтому перемещение до тех пор, пока, скажем так, он теряет запасы жира, он уже лечь в берлогу не может. Почему? Потому что сам по себе подкожный жир является хорошим одеялом. Медведю холодно он будет идти до тех пор, пока погибнет. На местах остаются молодые медведи, медведи с медвежатами, и они являются тем воспроизводным потенциалом популяции, который позволяет снова там медведям возрождаться, или, скажем так, в свою плотность, в свою численность, в основном в свою численность и плотность. Вот, может быть, медведи с медвежатами в берлогу в зиму, лежит там, как показали наблюдения тоже в зоопарке, семья лежит очень плотно. Медведи с медвежатами уже не ложится на спину, и не берет их к себе на живот в теплые места. Она сама, ей тоже нужно экономить там свои запасы, которых меньше из-за того, что она с медвежатами ходила. Она лежит, как правило, либо полусидя, либо полулежа, животом вниз. Медвежат очень плотно с ней. И семья находится в покое, в относительном покое, до самого, скажем, того же самого первой декады, до того периода, когда медведи, молодые медведи и медведи с медвежатами выходят из берлоги на свет Божий. Самцы выходят несколько раньше, в месторан, освобождающиеся от снега. Медведи соходят со своими медвежатами до того, как начинаются у медведей свадьбы, до июня месяца. И в июне месяце медведи, садвижимый инстинктом размножения, может выходить на следы самца. А самцы в это время, если это территория особо охраняемая, там, где, значит, люди не беспокоят этих зверей, они ограничиваются. Территорию таким кольцом ходят, оставляют тут свой запах. Вот, значит, метки. Медвежи выходят сюда. Медвежата панически боятся в это время запаха, теплого запаха. Кто знает, собаки знают, есть теплый запах, а есть холодный. Холодный, но не страшный. Зверь был, но ушел. И, значит, двери макросматики, тех, кто про запах очень легко это различает, они, значит, попадая на слежий след, теплый след медведя-самца, бросают своей мать и убегают. Меня, например, бросали и убегали на расстоянии до полутора-двух километров. В это время очень легко тропить по лесу убежавших зверьков. Почему? Потому что июнь месяц, и это вот поднялась трава. И она еще не истопта, она еще не застарела, и поэтому медвежат убежали из этих полтора или два километра. Я их легко находил. Но я для них как бы мать, скажем, суррогатная, но как бы подавал сигнал, чтобы они там с дерева слезли. Они садятся на сучок, поворачиваются на другую сторону, то есть у них ступор самый настоящий. И я там, что там, так как приходилось работать чуть ли не круглые сутки, под деревом садился с тем, потому что засну, он будет спускаться, он меня разбудит. То есть, вот вам, пожалуйста, хорошо это или плохо, когда медведь-самец гоняет медведь с медвежатами. Кого-то он, может быть, поймает и убьет. Да, так бывает. И мы со своей человеческой позиции, конечно, ну, зло, зло это самое настоящее, когда самец, значит, вдруг взял там и медвежат убил. Первое, это, оказывается, механизм, который позволяет, способствует распадению семейной группы, потому что по-другому медвежат, медвежатам уйти от матери никак нельзя. Они никогда ее не бросят через то запечатление, которое у них остается. А отогнать она их тоже не может. Они убить, может, но отогнать не сможет. А это механизм, который позволяет распадаться семейной группы. И еще один момент важнейший. Медведь, крупный зверь, который обязательно, значит, страшен для медвежата тем, что он может их убить, а это у них, видимо, выработано совершенно поведение, особая закрепленность жестко, это тот механизм, который позволяет медвежатам, тогда, когда они еще маленькие, беззащитные, это медвежата ланчаки, у них вес там около 30-35 килограммов, не больше, да, избежать волка, избежать собаку, избежать другого медведя, лося, кабана. То есть механизм важнейший в том, что поддерживает во времени, преследование медведей самосов, медвежат поддерживает во времени реакцию страха у медвежат перед более крупными животными, которые могут быть для ними опасными. Популяции не может быть ничего вредного для самой популяции. Поэтому рассматривая медведя, которым нападают на медвежат в период гона, следует поискать, а где же там есть положительный фактор, а не только тот, который мы с вами думаем, вот гоняет медвежат, убил, значит, вот-вот, варвар, сам настоящий разбойник. Вот. Ну, пожалуй, вот то, что касается медведицы и медвежат, медвежьей семьи, может быть, что-то я вам не так рассказал. Ну, постарался, как смог. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить. Единственное, что только хочу сказать, вот я не очень хорошо, я слышу, но не очень хорошо разбираю членораздельную человеческую речь, почему, потому что получил в свое время там контузию, у меня немножко там со слухом он у меня шалит. Поэтому, если переспрошу, пожалуйста, не корите меня за это. Попросим поднимать руки и в микрофон говорить, я буду подходить, чтобы было слышно и в зале, и на записи. Пожалуйста, любые вопросы, которые вас интересуют, сейчас можно там, если я знаю, я скажу да, если не знаю, скажу, я этого не знаю. Слушайте меня. Валентин Сергеевич, у вас много выпущенных медведиц. Что-нибудь известно о том, какие они матери? Маленькие? А, нет, данных. Не понял. Маленькие? Какие они матери, вот выпущенные медвежатами, выпущенные в природу, выращенные в губаницах? Как они? Что-нибудь известно об их материнском поведении? То есть, имеется в виду уровень выживания, да? Да. Да, значит, вопрос очень хороший в той связи, что по-разному совершенно в литературе, значит, разные авторы дают разные совершенно сведения о том, сколько медвежат ебнет, значит, у медведицы сколько выживает. Так называемый уровень прироста в популяции зависит от того, сколько медвежат выжило после того уровня, уровень воспроизводства родились сигалетки, да? Вот. Дают такие данные от 30 до 60% отхода или элиминации, гибели. Ну, 60% наверное, все-таки, даже вот здесь в одном месте у Гепнера такая ссылка, а это один из очень таких, скажем, корифеев, что ли, в медвежьем нашем исследовании, в наших медвежьях. Нет. Те данные, которые мы собрали на протяжении там где-то больше, чем 30 лет, на одной и той же территории, а это позволяет уже иметь средние показатели более точные, потому что в одном месте взял, в другом месте взял, в третьем взял, а как их между собой сложить? Они же совершенно разные места и в разное время собраны, и разные могут быть дать. То есть, сам по себе уровень риска здесь очень высокий, в том, чтобы ошибиться и дать другие. Около 30% медвежат гибнет, поэтому уровень сам по себе прироста медвежьей популяции достаточно высокий. Ну, вы знаете, там лоси, копытные, это 60% безо всякого, скажем так, без всякой корректировки, никак не меньше. то есть, само по себе давление жизни в популяции медведя, оно выше, чем нам представляется, тех самых 10%, вот у нас, там дают охотники квоту, там на 10%, берут и так далее, там отборы из популяции. вот, а работу эту удалось сделать только наблюдая за медвежатами, которые имели радиометки, раз, потом имели радиошейники, два, вот, и от тех, скажите, возврат тех меток, которые у нас там, кстати, все медвежат, которые выпускались, они имеют посмертную метку на ухе там и показывают, что гибель медвежат, которых мы выпускаем в дикую природу через реабилитацию, доращивая их, там, скажем, до уровня самостоятельности, даже тех медвежат, которые у нас ушли в возрасте 7 месяцев и 9, ну и 9 месяцев, это уже понятно, 7 месячные, я как раз за то, чтобы в 7 месячном возрасте выпускать, это как раз тот возраст самостоятельности и благоприятная среда, это, ну, июль, конец июля, как раз после того, как коллектация медвежи прекращается, у них уже возраст самостоятельности, вот, гибель не превышает тех же самых 30 процентов, которые мы наблюдаем в дикой природе, в дикой популяции, а выпустили 250 медвежат, мы уже выпустили с 90-го года, да, слушаю вас, был другой вопрос, у нас еще, да, подкрыть, Валерий Сергеевич, вопрос мне показалось был немножко в другом, удалось ли вам обнаружить разницу в силе материнского инстинкта между медведицами дикими и медведицей, которые были выпущены вами, я права? Существует ли разница, удалось ли вам заметить? Значит, разницы нет уже по той простой причине, что в том же самом заповеднике Брянский лес ходят медвейцы с медвежатами, у которых на ухе наша метка, и вот у нас буквально рядом с нашей станцией уже третий помет дает медвейца, который точно так же с меткой вот от нашей медвейцы, ну, она регистрируется один-два раза, причем чаще всего весной, вот в этом году она должна опять выйти с медвежатами, потому что в прошлом году она у нас уже разошлась с лычагами, и это у нее будет третий помет. То есть нет никакой разницы в поведении тех медвежат, которые проходят у нас через реабилитацию, с медвежатами, которые уходят в самостоятельную жизнь от своей матери, в поведении ни в оборонительном, ни в пищевом, ни в социальном поведении, и понятно, что все медведи замечательно размножаются в зоопарках в неволе, несмотря на то, как они туда попали, в каком возрасте и как содержались. Как оказывается, это достаточно жестко фиксированное поведение через компоненты, врожденные компоненты, так же, как я сейчас вам сказал, и в пищевом, и в оборонительном, и в социальном поведении, это понятно, и в половом поведении. Достаточно ярко выражено участие врожденных компонентов поведения, которые являются теми, на которых формируется через обучение на врожденных компонентах, формируется адекватное поведение во всех этих сложных биологических формах. Поэтому наши представления о том, что медведь должна учить медвежат, что делать и как, вот они у меня когда-то были, я берлога медвежат там строил в первый раз, думал, вот они туда лягут, и я сумею списать их там двигательную активность. А оказывается, они берлога строят сами. Более того, медвежата, которые находятся у нас здесь, в центральной европейской части России, и, как правило, строят берлоги верховые, они очень разного типа, ну верховые. И вот были здесь у нас правда найдены шести грунтовых берлог, медвежата, которые у нас были в эксперименте, то есть медвежата-сироты, попавшие к нам на передержку, могут устроить любую берлогу, которую строят медведи на территории нашей России, начиная от Прибалтики, заканчивая Камчаткой. Это может быть берлога грунтовая, это может быть берлога полугрунтовая, редкое явление, только самцы ложатся, это может быть берлога верховая, это может быть берлога в каком-то, то есть это берлога в естественном укрытии. У нас медвежата прекрасно ложились в собачью будку, если она каким-то образом была похожа на берлогу, там закрывалась, чтобы вода не попала, потом ветками закрыли, и они предпочитают чем где-то искать, ходить, ложатся в эту будку. Это естественная берлога. Поэтому если медвежата наши, которые отсюда из центральной России попадут, допустим, в Башкирию, они непременно лягут в пещере. У них это врожденное поведение, жестко фиксированное, с тем, чтобы пережить очень для них экстремальный зимний период и остаться своими, значит, определенными совершенно единицами в поддержании существования этого вида у нас на Земле. Вот это очень интересно. То есть наше представление необходимости обучения, я думаю, что это и с другими хищными млекопитающими, вот у человек, да, обезьяна, да, это совсем другое, без обучения все, ничего не получится. А волк у нас, волки общественные животные, как бы, социально-общественные, да, в то же время вот у нас, допустим, Володя мой там, зять, прекрасный волков, значит, они у него выросли там в очень таком, скажем, слабо выраженном контакте с человеком и волки, которые никогда не охотились ни на какую дичь, как бы, через мелочь, которую они ловили, имели возможность выхода в естественную среду, задавили кабана, задавили три собаки там, ну и так далее. Причем у них врожденная хватка по месту. У них совершенно особое поведение хищническое, которое, понятно, строится уже на... Посмотрите на собаку, на кошку, как они играют. В игровом поведении проявляются элементы, которые имеют врожденную основу, которые детерминированы как раз тем, что вот они есть в венокоде и они являются основой на которой уже потом формируются стереотипы, как схватить, откуда лучше попасть, как первая охота получилась, так и будет пробовать потом, а потом не получилось, а потом случайно что-то опять получилось. Охватка, погоня, как хотите, реакция на запах, это врожденные вещи. А стереотипы формируются уже в определенной степени через обучение. И у медведя тоже. У медведя, разных медведей, совершенно разная может быть картина, сама по себе, почерк охоты. И по тому, как медведь добыл какого-то, допустим, лося, я могу сказать, знаю я этого медведя или нет. Если я уже видел его охоту, я вам скажу, что я этого медведя знаю. у нас были такие скотинники. Их всего там, за всю работу, там за 35 лет, было всего 4 штуки, которые, 4 медведя, которые только и занимались, значит, охотой на диких животных. Ничего другого. И у них получалось. Вот. Вот еще Иргин Сон у нас говорил, убрать такого зверя, значит, вот и все, и смотришь опять в соседних деревнях, а тогда скот-то держали все. И это было, значит, как раз необходимость к существованию человека, к выживанию его. И когда появлялся такой разбойник, это было бедой не для одной деревни. А он переступил через запах, который несут домашние животные. Почему не нападают? Да потому что это с человеком связано, человек страшный. Один раз переступил, добыча легкая, и все. Вот он и скотинник родился. Такое бывает. Еще, пожалуйста, вопрос. Что больше всего формирует агрессивную линию поведения медведя? И зависит ли она от размера зверя и орела его обитания? Я имею в виду среднеевропейскую часть и Камчатку. Что формирует агрессивное поведение? Да. Нота агрессивной поведенческой линии в жизни. Значит, вы знаете, это, наверное, вопрос, который касается нашего еще поведения, да, вы имеете в виду? В какой степени? Человека. Да. Вопрос этот задает часть, я вам на него отвечу. Значит, ну, во-первых, понятно, что это зверь, вооружен хорошо, у него там когти, как ключи, и зубы там достаточно, скажем так, серьезные, которому человек противостоять, невооруженный человек противостоять не может. И случай нападения, столкновения в виде с людьми, они каждый год есть. Вот, допустим, очень урожайным оказался, извините меня за, в кавычках, конечно, урожайный год на гибель людей 15-й. Только на Кавказе 6 человек погибло, а от Урала, от Урала и до самой Камчатки около 20 человек погибло, то, что зарегистрировано. Вот такой вот результат был 15-го года. За 16-й пока нет сведений. Но сами по себе эти случаи участились не потому, только что, скажем, медведи более агрессивные стали. Просто, может быть, какие-то со стороны человека несколько изменились формы его посещения леса и так далее, и поведение. Так вот, первое, что самое-самое опасное, это тогда, когда у медведя есть добыча. и он на этой добыче сидит, никого туда не пускает, там лось может, морал лежать, то есть крупный довольно-таки кабан лежать. И приближайшийся человек он расценивает как на хлебника, который идет к нему с тем, чтобы подобрать у него вот эту его добычу. Попробуйте, вот не всегда, не с каждой, но все-таки. В основном, если у собаки начнете отбирать мясо, которое она ест, она может хозяина укусить, а уж не говоря, там за постороннего. Вот приближайшийся то же самое. И поэтому гибель людей наиболее часто происходила тогда, когда у медведя была какая-то добыча. Второй, сам по себе, значит, там вторая ситуация, второй, значит, по значимости к случаю, элемент столкновения человека с медведем, это медведи в период, медведи с медвежатами. Причем, как я вам уже сказал, медведи с медвежатами в апреле, в мае и частично в июне. А потом уже, вот как раз у Бромля, это по медведюге Дальнего, медведюга Дальнего Востока, нападение медведиц на людей, спровоцированное медвежатами, медвежат еще страха нет, как раз оно в апреле было наиболее часто. Вот, это попасть между медвежатами и медведицей. В апреле это редко бывает, медвежат могут просто человек прийти, а вот где-то в июне это может быть часто, чаще, почему? Потому что медвежат от матери могут отходить далеко. Либо такой вот случай, который произошел в нашем заповеднике, я просто на наглядных случаях вам буду говорить. У нас егерь, который занимался учетом глухаря, понятно, что заря утренняя прошла, он пошел домой с глухариного тока. Это вот лесовозный ус на вырубках, тут и тут вырубка, лесовозный ус, а на вырубке снег рано сошел, и понятно, там первая травка, и первые там места, кормежки для медведей. Медведица, значит, вот он шел по усу, выскакивает медведь, ударила его, значит, она у него фуфайки, рука полностью оторвала, у него на лице тут две царапины, Тимофей Артемович у нас такой, пришел ко мне в контору и говорит, что за безобразие, вот ты своих медведей тут распустил, я говорю, я никого не распускал, вот, а оказалось, я туда сразу выехал, он упал шейку ружья, там сломал, ну, нормально все обошлось, выехал, оказывается, медведица с медвежатами шла, медвежат, это уже через дорожку, через это, они еще несмышленые, они перешли в ту половину через дорогу, на другую вырубку, а медведь услышала, что идет человек и залегла, там у нее лешка, ну, по следам все это читается хорошо, а когда Тимофей Артемович поравнялся с этим местом, она выскочила и ударила и перепрыгнула и убежала к медвежатам, вот попасть между медведи с медвежатами, если вы попали, скажем, медведи с медвежатами с этой стороны, она может делать несколько пугающих бросков, вот, и на этом все, как правило заканчивается. Третья ситуация, это, конечно, вот когда у медведей свадьба, то же самое попасть между медведь и самцом, потому что медведь бывает, половые партнеры часто сходятся тогда, когда медведь, значит, вот вышел, медведь, она еще, ну, не готова к спариванию, и самец прекрасно понимает, там, и он, медведь может отпускать от себя, если других претендентов нет, достаточно далеко, на 5-17 минут, вот, мы наблюдали, это там, медведь ушла, медведь еще на этом месте, 5-10-15-17 минут лежит, причем он в это время, вот, когда огонь у медведя, он не кормится, он лежит, она вот там может кормиться где-то, он там на нее посмотрит, повернется сюда, на спину там покатается, она ушла, он еще полежал, потом роман уйдет за ней, в Кавказском заповеднике два случая было таких, там тропами все ходят, и люди, и звери, понятно, наиболее удобно, и получилось так, что, значит, ехал на лошади лесничьей, а вторая лошадь у него по воду была, медведь выскочил, ударил заднюю лошадь, слава богу, все обошлось, просто он ее ободрал, и убежал туда, оказалось, впереди была сам, поэтому он ее где-то отстал, сопровождал. Четвертый случай, то, значит, о чем тоже следует знать, то, простите, не случай, четвертая ситуация, вот, в период, когда медведи строят берлогу, они возбуждены, у них очень низкий порог возбудимости в аваритетном поведении, он может эту берлогу начать делать, что-то там, чуть там, птица какая-то не так крикнула, уходит на новое место, если раздражитель немножко посильнее, готовую берлогу уже, все, там медведь уже и полежал бы, может быть, там, да, но он еще на слуху, как охоте, находится, он бросит и уйдет, сделает худшее, или где-то там дром есть, но сюда уже не придет никогда, то есть в оборонительном поведении порог возбуждения достаточно низкий, если человек в это время может попасть, вот, поэтому понятно, что это то же самое, то же самое, значит, пассивное оборонительное поведение может перейти в активное оборонительное поведение, вот, и проявится агрессия, и вот вам, а они могут переходить в зависимости из ситуации друг друга, пожалуйста, медведь может ударить, вот так, таким образом, Николаенко погиб, значит, в Кроновском заповеднике, он был у нас, сидел в нашей комнате, показывал свой фильм, вот с Добрыней он там работал, я ему говорил, что Виталий, не делай так больше, потому что медведь в это время, очень возбужден, когда ложится в берлогу, он вот, вот, как собака, которая испугается, может укусить, вот, вот вам, четыре ситуации, из них самый опасный, медведь, который из добычи, опасный медведь, если попадешь между медведицей, медвежатами, третья, может быть, вот какая-то такая ситуация, опасная, это то, что медведь на, во время строительства берлоги, и самое, может быть, вот такая, но менее, скажем, реже это может случиться, это тогда, когда вот медведь, медведь и медведь вперед гонок, это более, более благоприятный, может, по отношению ко всем другим, ситуация. Да, пожалуйста, спасибо. Марсин Сергеевич, два вопроса. Первый вопрос. В природе медвежата проводят с матерью две зимы, первую зиму, когда они родились, и вторую зиму, вот, перед расставанием. А те медвежата, которые проходят у вас реабилитацию, вы многих выпускаете на природу, в август, сентябрь, октябрь, вот те медвежата, которых вы выпускаете, готовы призимовать, одни, без матери. Да, это медвежата, уже лунчики, которые имеют такие же, даже более, скажем, высокие условия к выживанию, чем те, которые с матерью в это время уходят из берлоги, потому что они имели опыт самостоятельного выживания, вот, с осени, со второй половины лета, вот, и накопили уже определенные совершенно, я бы сказал так, стереотипы в пищедобывательном поведении, стереотипы, значит, которые позволяют им избежать опасность, но это целый, это такой комплекс, скажем, поведенческих актов, которые позволяют, вот, выходить, скажем, там, в каких-то ситуациях более, с большим для себя, если хотите, выгодой, вот, поэтому, медвежата, которые без матери зимуют, они зимуют замечательно, у них все хорошо, вот, а выходят весной из берлоги, тут же могут найти для себя пропитание, и замечательным образом избегают опасности, то есть, у них уровень выживания такой же, если не выше тех медвежат, которые вместе с матерью выходят на чеки по второму году жизни из берлоги. Спасибо. Я правильно ответил? Нет, может, я что-нибудь не так услышал? А сколько сейчас у вас на аберриентации медвежат? Сейчас у нас 5 медвежат. Вот это, у нас, за все время нашей работы, 5 медвежат было, это самое, было 20, было 18, 15, 12, вот в 14 году было 15, в 15 году было 16 медвежат, в 16 году было 16, 15 медвежат, вот, несмотря на то, что вот эти годы, охота на берлоги, на медведя, в России закрыта, вот, поэтому, это как раз те медвежата, которые к нам попадают, от беспокойства, к человекам, медведице, в берлоге, и вот, значит, то есть, это вот мнение от охотников, и у нас и раньше там всегда, и от охотников были медвежата, и каждый год были медвежата, те, которые, значит, от беспокойства, медведицы, а сколько еще тех, кто побеспокоен, ушел, скажут, а медведица, там вернется назад, я вам один случай расскажу, который подошел в нашем заповеднике, вот, два зоолога, которые тропили волков, по заповеднику, значит, четыре волка, которые, там, лешка у них была, они полежали, в этом месте, они шли на лыжах пойти, за этими волками, значит, которые пересекали там заповедник, друг уходили в другую охранную зону, и на этом месте, где волки лежали, они поговорили просто, вот, это, замерили решки там и так далее, там, сделали свою работу, и пошли дальше, и через где-то 50 метров они пересекают траншею в снегу, пошел медведь, значит, они там, пошел с того места, где они были, они пошли назад, там два медвежонка, это было 28 февраля, понятно, медвежата уже там опушен, и все, ну, мороз был за 20 градусов, но неважно, так как медведица их только слышала, а не видела ничего, они решили, что вот она придет, там все равно назад, причем они наши там сотрудники, и пришли, значит, к снеохону, на снеохоне приехали в заповедник, позвонили мне в 11 часов вечера, вот так и так, мол, там вот медведь ушла, два медвежонка осталось, я их попросил на следующий день опять туда ехать, и посмотреть, потому что не должна она была вернуться, вот к нам из заповедника попали два медвежонка, потому что, понятно, она не вернулась, вот вам слушали, значит, тогда, когда даже вот это самое, не было никакого прямого скромешательства. Такой вопрос, вы мало сказали совсем, почти не сказали, а, собственно, о своей методике выращивания медвежат, и вот первый вопрос такой, как вам во время содержания медведей, да, у себя удается сохранить, или вот этот тот самый страх перед человеком, который является основой дальнейшего существования, и второе, просто поподробнее расскажите, вот что происходит с медведями от момента к вам попадания, ну, вот как бы, как у вас все это? Второй вопрос не понял. Ну, собственно, что происходит, когда медведи попадают к вам, чуть-чуть расскажите про это, хронологически так. Значит, во-первых, этот вопрос мы не поднимали, методику как бы не было, это раз. Я обязательно отвечу. Дело в том, что методика построена таким образом, чтобы как можно меньше было каких-либо действий со стороны человека, к медвежатам, начиная с того дня, как они к нам попали, до того дня, когда они будут выпущены. То есть, у них должна сохраниться реакция страха перед человеком, следами его жизнедеятельности, то есть, жильем и так далее. Как этого достичь? Достигается это, вот, скажем, там, когда они маленькие, понятно, они где-то в тепле, это там 2-3 человека могут работать, подменять друг друга. Тогда, когда медвежата попадают в вольер, в вольер они попадают тогда, когда медведь с медвежатами уходят из берлоги, это в апреле месяце, в первых числах апреля. Вот туда уже ходят два человека, то есть, один человек, а второй, если что-то случилось с ним, тогда второй пойдет. К этим двум человекам, вот вы здесь все сидите, и у всех у нас разный запах. А вот для медведя запах, так же, как для собаки, вот это имеет очень, это то же самое, что у нас, наши, допустим, паспортные данные. Вот, и к этим двум человекам, медвежата, к их запаху привыкают, с тем, что они могут быть там. Там есть определенные приемы, которые направлены на то, чтобы запечатлений не было этих людей. Это, допустим, первый там медвежат, который там есть, ну, это много там. Я не буду распространять, просто время жалко, вот ваше время не жалко. Вот, то есть направлено все на то, чтобы не было вот этой связи с человеком, через вот его участие в кормлении, потому что то, на чем работают наши там дрессировщики, дрессировщики. Это зверь, пища, или раздражитель какой-то там, пищевой подтвержденный, и все, и определенное выполнение действия, да. Вот этой связи, она должна быть разорвана, человек, пища, медведь, должна быть разорванная, она у нас поддерживается. Теперь, мы медвежат, которые к нам попадают, а попадают разные там, скажем, я вам уже говорил, что буквально с первого дня есть, мокрые попадали, и такое было. У нас очень маленький отход, как-то сам по себе, того молодняка, который в зоопарках, как правило, очень неустойчивый, скажем, они гибнут, как обычно, там, пневмония и все там, и к этому уже все в зоопарках привыкли. По-видимому, сам зоопарк имеет совсем другую, там, бактериальную среду, можно так сказать. Вот. У нас было только несколько случаев гибели медвежат, которых нам привезли переохлажденные. Вот. Либо они имели травмы, несовместимые с жизнью. Вот в этом году к нам привезли медвежонка, которого порвали собаки, но его удалось там. Очень опытный ветеринар приехал, который сделал несколько операций, потому что собака, что она хватает, а там что там медвежонка, 500 грамм медвежонку, да? Вот. хватает, ты самое, дернул, здесь дырочки, а там разможжение тканей происходит, что самое страшное. Гематома, скажем, и все, и вот вам, пожалуйста, значит, и животного нет. Удалось его вытащить, этого медвежонка. Теперь, значит, иностранцам было очень и очень непонятно, как так, вот сейчас у нас вольер, а у вольера потом дверь открывается, медвежата могут, с конца апреля могут выходить в лес в любое время. В деревню не выходят, оттуда к ним приносят корни, не выходят. Для иностранцев было непонятно, у нас еще вольера не было тогда, почему 200 метров от вас будка в лесу, медвежата там живут, 20, тогда 11 было, значит, 20 разделили их пополам. Значит, почему они не приходят сюда, вот в вашу деревню? Я говорю, потому что, наверное, у нас такая работа. Мы сами не знаем, почему, но вот они сюда едут, они боятся этой деревни. Хотя у нас были случаи, когда медвежата уже подросли, причем отдельные из них. Мы сидим за столом, там у нас на следующий день этот стол стоял там рядом с домом, который рядом с ним лес находится. Вот здесь Ковинга Ирина сидит, она это и Марина, они прекрасно это знают. И вдруг приходит какой-то медвежонок, залазит на сосну рядом, и вот сидит оттуда. Его, значит, с рогатки надо по ним пострелять, что вызывало определенное возмущение там у наших сотрудников, чтобы он оттуда слез. Один и тот же, который через несколько дней опять может прийти. Это уже индивидуальное, скажем так, вот защитное поведение, которое практически, скажем, ну, направлено на то, чтобы игнорировать присутствие человека. Но эти медвежата, если их передержать в той берлоге, которую они сделают сами зиму, весной выходят совершенно дикие, которые никогда, в нашей работе, а было 12 таких медвежат, никогда нигде больше не появились там 10 человек. За зимовку они очень глубоко дичают. Это один из механизмов, который можно использовать. Медвежат мы выпускаем туда, откуда к нам, как правило, откуда их к нам привозят. И сейчас вот отдельное охотничье хозяйство, да и отдельные области, вот, ну, это тот же самый Калагривский лес. Они попросили выпустить у них медвежат, которых они к нам и привезли, либо наша машина привезла. Нам это выгодно. Почему? Потому что в этих хозяйствах есть егерский состав, есть люди, которые работают в лесу, и мы оттуда получаем информацию, которая нам очень важна. Медвежонок остался жить или нет? Есть медведица с медвежатами, с нашей метки или нет ее? Там сколько там стало медведей? То есть в самом Брянском лесу исчезающая локальная популяция, на которой под вопросом оставалось на территории 500 тысяч гектаров 5-7 медведей, в настоящее время через наше подселение имеет где-то 50 медведей. В 96-м году началась была эта работа. Три года выпускали медвежат, все популяция пошла там. Это локальная популяция, где нет коридоров для прохода, значит, дверей из обычного изориала. Ну, ну, это можно там, эти вещи можно еще там... То есть та работа, которая сейчас выполняется с медвежатами, сиротами у нас на нашей биологической станции, расценивается специалистами, которые занимаются реабилитацией, как одной из самых там более надежных, вот как раз, в использовании реабилитации, для того, чтобы там можно было, скажем, ее применять там, где это необходимо. У нас и другая методика, если я за нее сейчас не буду говорить, потому что это время, вот методика, которая совершенно дешевая, совершенно простая, с использованием генофонда медведей, которые содержатся в зоопарках мира, можно вернуть в дикую природу всех видов и подвидов медведей, за исключением медведя белого. Это вот методика, которая была у нас разработана и опробирана вместе с Казанским заботсадом на нашей станции. По этой методике выпущено со стопроцентным приживанием 11 медвежат из Казанского зоопарка, из зоопарка Нижнего Новгорода, из зоопарка Хабаровска, там человек выпускал просто по методике два раза, из зоопарка Калининграда, Московский зоопарк. Вот, значит, нет проблем никаких. И денег много не надо. Валентин Сергеевич, у меня три вопроса. Первый вопрос. До какого возраста сосательный рефлекс медвежат сохраняется? Второй вопрос. Половое созревание, когда окончательно медвежат? И третий вопрос. Общение медвежат между собой каким образом? Можно я с последнего начну. Общение медвежат между собой, значит, происходит через шипящие, свистящие звуки разной совершенно эмоциональной окраски. Один и тот же сигнал, допустим, такой это один, это сигнал общения. Я здесь, ты там. Мы можем так, да? А если он имеет такой это уже сигнал тревоги, сигнал того, что там что-то не так и куда-то на лесной, и так далее. То, что касается, значит, вот со стороны медвежи-матери. Медвежья-мать подает сигнал такой вот с медвежатами, когда ходит, такой клока еще он называется, как будто там где-то на небе, языком там такой вот щелчок получается. Вот у медведей этот сигнал, вот этот элемент есть в оборонительном поведении, когда медведь, неважно, взрывок большой, может, медведь, или там самец, может быть, когда он издает вот этот щипящий такой звук тревоги и в самом конце клока еще такой вот сигнал. Поэтому вот этот сигнал можно расценивать как сигнал беспокойства, и у медведи он проявляется именно вот этой окраски, там, скажем, в период беспокойства, когда ему нужно там с медвежатами восстановить связь. Это в семье медведей. А так это вообще молчаливые звери, которые в редких случаях подают какие-то звуковые сигналы. Вот они могут реветь в период гона, там могут реветь, когда драка какая-то быть, рев может происходить там. Вот это взрослые звери. А у медвежат, как я сказал, это серия сигналов, которые направлены на социальное общение друг с другом и со своей матерью. Я, может, что-то еще там, еще один вопрос был. Половое созревание? Ну, значит, я вам должен сказать, что у медведя-самца в период двух с половиной лет уже сперматозоиды находятся в состоянии активности. А медведица впервые, в первый раз в своей жизни выступает как, значит, вот потенциальный половой партнер в три с половиной года. Но бывает прохолостание до четырех с половиной лет. Но все же чаще всего это в три с половиной года. Самец, как правило, значит, если это популяция, у которой нормальная плотность, вот плотность где-то, ну, шесть, там, скажем, 0,6-0,8, это хорошая плотность на тысячу гектаров, вот, оптимальная стремится популяция всегда к плотности единицы на тысячу гектаров пригодной для обитания медведей территории, то прохолоставших самок может быть больше. По одной простой причине у медведицы нужно переступить через тот самый страх, о котором я вам говорил, крупного зверя, который ее до этого времени сохранял. для этого нужны видимо какие-то условия. Например, с сотрудником из Пинишского заповедника Рыковым в свое время я с ним тропил медведей в период гона, вышли на то место, где молодая самка с самцом образовали супружескую пару. На этом месте ослюлявленной шерсти и самца, и самки, и одного кусочка, значит, два квадратных сантиметра кожи с волосами у самки выдранной было там вот, то есть, вот вам сближение полных партнеров, да, было какое, а потом мы протропили через 3,5 километра эта пара, пожалуйста, они 12 дней пробовали вместе, то есть медведица не была готова к спариванию, и это, видимо, вызвало раздражение самца, она была молодая, и тут, видимо, какие-то очень были трения выражены настолько, что, ну, в общем, были случаи, когда медведица и погибала от самца, такие тоже случаи зарегистрированы, поэтому это не так все просто, и в то же время сама по себе в заповеднике Моногамия существует, вот, может быть, временно это, скажем, Моногамия, то есть, вот, в один год с одной, то есть, медведь, этот медведь, с одной самкой, если он сошелся, он с ней в это время там и живет, да, вместе там, от 3 до 12 дней, больше 12 у меня не было, там, чтобы пара находилась вместе, а в заповеднике с одной, с одной самкой, самец, ну, на Горбуновке, там, в двух местах, причем, доминантный самец, на заповедник 24 тысячи гектаров собственного заповедника и плюс еще там охранный сон, зоны 12 гектаров, только два самца было доминанта, один с севера, один с юга, главных, а весь заповедник, и они первые претенденты на образование пары, конечно, с медведицей опытный, уже имеющий медвежат, опыт выращивания медвежат, и, как оказалось, как правило, самец просто тут же сходится с самкой без всякого трения, понятно, что они просто знакомы друг с другом, а на следующий год с другой самкой, а еще через год опять с этой самкой по следам, то есть вот эта моногай у меня во времени, и о ней говорили много, одни еще сеттан Топсон в свое время, говорил, там скво приходит к своему, там, значит, это сам партнер и так далее, это действительно существует, есть и гонные пары, но гонные пары это совсем другое, то есть там за одной самкой может идти несколько самцов, я не буду сейчас сам по себе механизмом это рассказывать, вот это вот есть, и это исключает, или наоборот, там, является фактором, когда популяции, которая живет в своей жизни безближающая человека, лучшие производители, сходятся в первую очередь, и, конечно, дают лучшие потомства, то есть там идет отбор на качество, а вот в других местах, там, где на обедине охотятся, там нужно как можно больше воспроизводства, самки прохолоставшие, просто, ну, если она нормальная, она не может быть, почему, потому что ее все равно найдут самцы, хоть молодой, хоть там, потому что там идет определенное совершенно разыскивание друг друга, там самки едут, едут цене некуда, и там, да, уровень воспроизводства высокий, но там на количество популяции работает, на количество и на воспроизводство, вот такие вот интересные вещи, там, значит, человек где лезет, обязательно это вмешается, обязательно что-нибудь там сделать не так, может быть. Третий вопрос был по поводу сосательного рефлекса, когда он заканчивается, когда пропадает уже сосательный рефлекс у медвежата. Скажите еще раз. Когда сосательный рефлекс пропадает? И громче, это когда? Пропадает сосательный рефлекс. А сосательный рефлекс пропадает, Ну, вы знаете, я вам должен сказать, что сосательный рефлекс сам по себе интереснейшее явление еще в том случае, в той связи, что у медведицы насыщение этого центра достаточное, и тогда, когда медведицы выходят с медвежатами из берлоги, наблюдать, чтобы медвежата еще обсасывали там, скажем, друг друга, там лапу свою сосали, уши обсасывали, вот явление редкое, но есть. В зоопарках это, вот посмотрите, старая есть фотография Живаго в московском зоопарке, стоит медведица, а за ней три медвежонка, и каждый из них медвежат, значит, стоит на задних лапах, первый стоит на маме, второй, значит, на том медвежонке еще надо, и обсасывает свою лапу. Это неудовлетворение в свое время центра вот этого как раз, который поддерживает уровень сосательного рефлекса, его порог, значит, вот, и, значит, насыщение для того, чтобы там произошло какое-то... То есть, вот медвежата в неволе обсасывают свою лапу, обсасывают уши друг друга, могут обсасывать какой-то один и тот же пруд, скажем, у решетки, у клетки и так далее. Это связано с тем, что недососали свою маму или находились в выращивании в искусственных условиях. Мы стараемся это избегать таким образом, то есть, чтобы у медвежат и в первый, и во второй, и в третий месяц их жизни было пищевое насыщение. В какой-то степени это помогает. То есть, как раз в третий месяц жизни у медвежата молочка не хватает, у них вот это вот все... Они же в холостую там сосут, а если нет, начинает... А у нас вот как бы такая... То есть, вот то, что связано с сосательным рефлексом. Он пропадает, значит, у медвежат, которые его носители, и может наблюдаться у взрослых медведей в неволе. Были случаи, когда медведь сосет упорно совершенно, так привыкание, так называем, свой язык, свою лапу или медведь там и так далее. То есть, во взрослом состоянии. Поэтому то, что касается сосательного рефлекса, может быть, какие-то нужны отдельные исследования по этому поводу. Я, например, пробовал там давать соску медвежонку сосать столько, сколько он, значит, сможет. У меня получилось, значит, где-то один раз 1800 сосательных актов, а в другой раз что-то 2200. Поэтому вот смотрите, что это такое. Вот он чуть-чуть-чуть вроде заснет, приснет, и опять сосет там, слазит соски. Его соски там, я опять сосет слазит соски, опять сосет, на этом прекратил. Вот то, что это, а сосательный рефлекс назначения, как я думаю, все же одно из назначений, как у Кенгуру. Находиться, значит, медвежонка в наиболее благоприятном тепловом режиме на теле своей матери. Может, это не так, не знаю, это нужно просто исследовать по-другому тогда. Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, как происходит вхождение медвежонка во взрослую жизнь? Как? Как происходит вхождение медвежонка во взрослую жизнь? Как он разделяется с матерью? Скажите мне, пожалуйста, я правда плохо разобрал. Как? Как они разделяются между собой? Медвежата и самки непосредственно. Разделяют? Да. Как разделяется? Как медвежонок отделяется от матери? Как у них происходит разделение? Отделяется от матери? Я вам сказал об этом. Это в период, когда у медведей свадьбы. Медведица с медвежатами-ланчиками, возраст которых полтора года. Движимая инстинкта размножения, ей нужно снова стать матерью. Она выходит на следы, теплые следы самца, свежих, которые самец прошел. А медвежата убегают от нее. И с тем, чтобы им сойтись со своей матерью, если она образовала супружескую пару, местами меняются. И она не готова к спальню. Медведь идет впереди, а самец идет сзади медведицы. Если медвежата даже пойдут опять искать свою мать, то самец перекрывает своими следами медведицу. И таким образом является одним из факторов, который практически блокирует возможность. Медвежатам снова сблизится со своей матерью. А если произошла осадка, медведь в какое-то время носит на себе запах самца. Это тоже страшно. Это тоже блок. Но бывает, вы знаете, что бывают пистуны. Это совсем другой. Возьмите, почитайте журнал «Биология в школе». Там, по-моему, за прошлый год у нас как раз по этому поводу была совместная статья с Колчинами, с Хабаровска. Это интересный сам по себе момент. Тогда ситуация, которая после того, как медведица уже побывала в свадьбе с медведем, медвежонок, как правило, один, потому что он мобильный, между медвежатами, которые ушли от матери, существует та самая внутрисемейная связь, которая с медведицей их держала. А если это один медвежонок, у него так называемое социальное голодание, у него не хватает, значит, он не разряжается социально на другую особь или на мать. И поэтому он через время начинает широко ходить и может выйти на следы своей матери. И тут же он за ней, значит, пойдет. И тогда у медведица, которая уже беременная, скажем так, может появиться ее сыночек из прошлого помета. Из ее помета. И когда эта медведица, она не берет, как вот старые еще охотники говорили, щена-медведица, значит, не берет с собой этого лодчика, берлога, он ложится рядом. Медведица рождает медвежат, рожает медвежат, выходит из берлоги весной, и этот медвежончик присоединяется к своей семье, к своей матери, к медвежатам. Но он, понятно, что такое, значит, пестун. Пестовать это, значит, поддерживать, воспитывать там и так далее, там, охранять подалью, да. На самом деле он ничего не делает с того, чтобы там каким-то образом этих медвежат воспитывать. Он просто находится при своей матери. И это семья, которая состоит из медведицы, медвежат-сигалеток, вот, и вот медвежонка прошлого там, раннего пометра. Это уже пестуна, это вот тоже самое пестуна. И еще то, что, может быть, вы читали там, медвежа подошла к реке, вот с ней медвежата маленькие, там медвежата в воду не ходят. Лезть она там лапой раз там кому-то поддала, давай там, или там взяла там перенести. Никогда не наблюдал никто из специалистов, чтобы медвежа лапой поддавала своему медвежонку. Она к ним очень аккуратно, очень нежно относится. Вот медвежата, маленькие медвежата, замечательно совершенно плавают. Они очень хорошо относятся к воде, а подростки, когда маленько подрастают, вода для них просто замечательная совершенно, скажем так, вот, среда, в которой они и помыть тело могут, и поиграть, вот, и находят там отдельные водные растения, которыми питаются и так далее. Поэтому вот медведи очень любят воду. Ну, вот, вот, я вас замучил, наверное. Вы просто научились. Да нет, ну, дело в том, что там замедление можно многое рассказывать. Я единственное, что иногда я торможусь. Мне кажется, что-то нужно вот это сказать, а тема совсем не та, может быть. Добрый вечер. Валентин Сергеевич. Да. Есть ли какие-то признаки, по которым вы определяете смену настроения медведя? Допустим, он с вами рядом... Можно я подойду? Давайте. Ой, простите. Или давайте я... Скажите мне, пожалуйста. Как вы определяете смену настроения? Есть ли признаки... А вот, 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 вот. А я отсюда и буду отвечать. Скажите. Признаки, по которым меняется настроение медведя. Ой. То есть, допустим, вы сейчас находитесь с ним рядом, он с вами играет. По каким признакам вы определяете, что он, допустим, агрессивно настроен? Дело в том, что вы, наверное, все уже там, многих, по крайней мере, из вас, знают, что у медведя сами по себе мимические. Сюда, да? Вот. Ну, каким-то образом сказать, что медведь вот сейчас вас укусит или нападет на вас, я каким-то образом это чувствовал. Моя супруга нет, и в ней попадала. Вот. А у него нет каких-то вот ушей, там, знаете, заложил, там, глаза какие-то загорелись, там, оскалился, этого ничего нет. И поведение у медведя может меняться буквально вот в какие-то, ну, не знаю, мгновения. Вот сейчас это был добрый, хороший зверь. То есть, зверь сам, вот, Леонид Викторович говорил, зверь коварный и шутоломный. И он, конечно, прав в этом. Почему? Потому что буквально через какое-то мгновение тот сверёк, который только что играл или чем-то там занимался, вдруг бросился на другого и яростно там его рвёт и так далее. Вот. Это очень быстрый, очень ловкий зверь и очень пластичный. В моём понимании, вы знаете, мешок с ртутью, он тяжёлый, но как его не повернул бы, так он безо всякого, там, скажем, там, напряжение может задней лапой почесать себе любое место на голове, если ему это надо и так далее. Вот наши представления об этом звере, о его, я бы сказал так вот, настроении или поведении, мне кажется, совершенно никак не могут с нашим пониманием быть сопричастными. Почему? Потому что был, есть и останется, наверное, он со своим поведением, со своими эмоциями. Они у него, наверное, так же есть, как у нас, вот, загадочные и непонятные. Дрессировщики это прекрасно знают. И не случайно у нас, значит, вот в Советском Союзе, а сейчас кто-то бравирует там, в Советском Союзе не разрешалось выпускать на арену медведя, если у него нет кожаного такого вот здесь ошейника, это намордника. Почему? Потому что я, когда начинал работать, я с дрессировщиками специально ездил, встречался, разговаривал. И руки поломаны, и ободраны, и полуха нет там, и так далее. Вот вам, пожалуйста, именно это, именно медведь. Ни тиры, ни львы, ничего по сравнению с этим зверем, в общем-то, в понимании его, скажем так, возможности выполнения каких-то действий сразу же после того, как он сейчас есть, непредсказуемый зверь. Поэтому это вот так. Значит, то, что касается, вот я вам говорю, нашей работы с медвежатами, ну, когда они подрастают, понятно, что для того, чтобы, допустим, те же самые метки или ветеринарное какое-то там освидетельствование, какую-то помощь, бывает, поранение провести, надо его, значит, обездвиживать. Для этого у нас, раньше я работал с серниленом, потом сернилен как бы ушел в свои сроки хранения там, другой стал и так далее. Сейчас мы работаем другими материалами, и это делают. Я уже не работаю. Этим занимается мой сын, значит, занимается внук. Вот. Ну, если нужны им помощники, бывают и помощники. То есть для того, чтобы медведя, скажем, отвезти куда-то там, выпустить, мы должны его обездвижить, измерить, значит, взвесить, измерить, поставить ему ушную метку или барагио там метку, и вот отвезти в то место, откуда нам его привезли, и выпустить там на свободу. Из-за каких-то там наших вот, не хочу, не буду. Спасибо вам большое. Дай им Господь благополучия, здоровья, успехов. И самое главное, будьте друг, дружки внимательны, храните тех, кто рядом с вами. И все будет хорошо. Спасибо. Спасибо.